Всем привет! Мы находимся в Киеве. Сзади меня проходит конференция Game Gathering 2016. Это конференция, посвященная игровой индустрии, где представители различных геймдев-компаний встречаются с заказчиками, с работниками потенциальными. Короче, такая вот игровая конференция. И, собственно, я попытаюсь здесь найти себе работу. На сегодняшний день игровая индустрия немыслима без художника. И, собственно, я попытаюсь испытать себя в роли художника концептуального, который рисуют только в черно-белом. Здравствуйте! Расскажите, кто вы и чем вы занимаетесь? Здравствуйте! Меня зовут Оля. Я координатор проекта Сенсорама. Это экспериментальная лаборатория по VR, AR и другим интерактивным медиам. А вот какое-нибудь такое применение этой программы, например, помочь избавиться художникам от лишнего веса, потому что им нужно будет ходить теперь вместо того, чтобы сидеть за столом и рисовать на планшете. Как побочный эффект, я думаю, что может сработать. Я тут подумал, я в реальной жизни неплохо стреляю, поэтому хотел бы испытать себя в качестве борца с инопланетной нечистью и разными монстрами в виртуальной реальности. В общем, я испытал свои силы в этой игре. Она мне понравилась, и я бы, если честно, там проводил очень много времени. Единственное, что у меня постоянно пушки из рук вываливались. Я не знаю, это нормально или нет. Здравствуйте, представьтесь, чем вы занимаетесь? Привет, меня зовут Юля, я работаю HR в компании NetEnt. Компания занимается разработкой игр типа видеослоты. Наша ниша – это гемблинг. Я видел у вас приложение интересное. Там, как лайв-казино, я понимаю, да? Там был человек, который на самом деле находится. Мне говорили, что он на Мальте находится. Я вот работаю еще. А можно как-нибудь так к вам устроиться, чтобы тоже на Мальте сидеть? Вы знаете, это самый часто задаваемый вопрос, который мне задают ребята. Даже если ты придешь работать к нам в киевскую студию, то через три месяца можно будет поехать туда на несколько дней и пообщаться с дилерами живыми, посмотреть, нравится ли тебе. Здравствуйте, расскажите, кто вы и чем вы занимаетесь? Здравствуйте, я представитель Вега-студии Евгений. Мы пришли представить свой проект, который называется Ardogor. Я тут себе место работы ищу. Скажите, вам в компании вообще не нужен автор сценария? Потому что, вот я, например, знаю сюжет Варкрафта, знаю еще сюжет Диабло. Моушн-кепчер орка будете анимировать. Это... Умираемого. А мне поможет то, что я знаю сюжет Варкрафта? Вы будете умирающим орком, которому это поможет. Более одухотворенным. Мне кажется, это одноразовая работа сыграть умирающего орка. Да, это так. Мы бюджетная студия, мы только одноразовую работу предлагаем умирающего орка. Проходи мимо этого монитора, мы заметили странную вещь. Людей заманивают конфетками и закрывают в комнате. И там они тестируют игры. Мы тут проходили мимо, заметили что-то необычное. Что это такое? Компания Snoop Game проводит конкурс на 60 часов бесплатного тестирования среди инди-команд. А тестировщикам за это платить будут? Вы так говорите, бесплатно просто. Тестировщикам платить за это, конечно же, будут. В данный момент, как я уже сказал, прямая трансляция проводится. Люди работают, другие люди приходят, смотрят на них, отдыхают и наслаждаются видом работающих людей. Здравствуйте, расскажите, кто вы и что вы здесь представляете? Меня зовут Андрей Ляценко, и я работаю геймдизайнером в Киевском офисе Ubisoft. Над какой игрой вы больше всего работали в последнее время? А, ну последним проектом была PC-версия Watch Dogs 2. Я на этом мероприятии был спикером, я рассказывал о своем опыте дизайна управления в играх как раз на примере PC-версии Watch Dogs 2. Скажите, а из работников вы здесь кого-нибудь ищите? Наверное, немножко дальше, да, у нас есть там стенд-вакансии, там достаточно много. А вот такой необычный вопрос, если, например, вы попали, ну вот теоретически человек попал в киевский офис, может ли он вот в будущем перейти в какой-нибудь главный офис Ubisoft? Я не скажу, что это просто, но такая возможность существует. Спустя три дня мероприятия мне так и не удалось найти работу. Но если серьезно, то было приятно побывать на такой конференции. Здесь было большое количество разработчиков, людей, кто пытается действительно найти работу или связать свою жизнь с геймдевом. Зевак было крайне мало, то есть это такое более профессиональное мероприятие. Было огромное количество докладов, выступали представители крупных компаний, таких как Wargaming, Ubisoft, и их было интересно слушать. Если вы хотите связать свою жизнь с геймдевом, то посещать подобные конференции – это очень интересно и полезно. Хотелось также поблагодарить организаторов за отличную работу. Не часто у нас такое встретишь. Надеемся, в следующем году нам также повезет попасть на мероприятие. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok